Мобилизация, которая пришла в Россию, она, конечно, напугала многих. Но, как вы понимаете, эти многие, они вообще не готовы к войне. Они не готовы воевать, они не профессионалы. Даже те, кто когда-то уже проходил воинскую службу, они все равно на сегодняшний день не могут взять оружие. Они, в принципе, уже многие все забыли. Ведь под мобилизацию попадают сегодня все. Это своего рода такая зачистка, очистка, очищение общества от всего того, что, в общем-то, кто-то решил, что это не нужно нашему обществу. Поэтому идет такая большая-большая зачистка, очистка, обнуление. То есть обнуление нашего общества. Но если обнулился президент, друзья, ведь это все понятно. Ну, как мы говорим, да? Рыба тухнет с головы. А если рыба тухнет с головы, а у нас обнулился президент, то когда-то и общество должно обнулиться. Вы же это должны были понимать. То есть, когда обнулился президент, нужно было понимать, что все остальные органы, которые под ним, а, соответственно, и народ вкупе, он должен тоже будет обнулиться. Обнулиться. Итак, ЧВК «Вагнер» сегодня вербует на войну в Украине элитных спецназовцев армии Афганистана, потому что свои невозможно, ну, они не могут воевать, друзья. Они синие, они пьют, они воруют, они тащат, они умеют, как Шариковы, только насиловать, они умеют тащить унитазы у себя за спиной, они даже в окопы тащат эти унитазы, и даже холодильники тащат с собой, в окопы все. Все или на броню ставят, тоже. Знаете, вот человек понимает, что его завтра убьют, а он тащит на себе все. Это вот здесь вот, это не исправить ничем. А вы говорите, зачем обнуляется общество? Ну, вот для этого, потому что в голове то, что творится, мекина какая, это ничем не исправить. И помните, как соломенный человек ходил к Гудвину, волшебнику изумрудного города, за мозгами. Потому что, ну, потому что мозги, они, друзья, мозги вообще-то дорого стоят. А когда это опилки в голове, когда это даже не опилки, а просто соломой забито чучело, то, конечно, друзья, ну, куда денешься? Ну, соломой забиты все головы. Каждому кажется, что он такой умный, что он что-то соображает. На самом деле, друзья, когда нет мозгов, вы тогда зарабатываете деньги и покупаете эти мозги. Я вам ничего не могу сказать более, потому что мозги нужно покупать. Нет своих, покупайте. Нужно что-то сделать, совершить. Покупайте мозги. Это все продается. Здесь нет ничего зазорного. Ну, просто если у вас нет мозгов, вы не додумаетесь до того, чтобы купить мозги. Вам будет жалко. Но вот жалко, оно как раз и останется. Там все на поле боя. Они не вернутся. Никто домой не вернется, друзья. Забудьте об этом. Потому что люди, не умеющие воевать, они должны будут остаться на поле боя. С применением таких интересных видов оружия, друзья, которые сегодня входят в обиход, собственно говоря. Они вот сейчас опробуют на украинском котле, да, это все оружие. А потом это будет, да, возьмется на вооружение в больших армиях, но уже без вас. Уже когда никого не будет. Итак, ЧВКшники пошли в Афган за спецназовцами. Ну, надо сказать, что этот спецназ обучали, конечно, обучали сами ЧВКшники, обучали наши. Конечно, до этого там кто-то обучался, американцы обучали, да, потому что американцы стояли. Но вы не думайте, что косить косой будут все. Если ушли американцы, а пришли русские, они будут косить косой. Нет, зачем? Это же все люди, которые легко и быстро перестраиваются с одной волны на другую, поэтому не было смысла косить всех косой. Косят косой обычный простой народ, который никому не нужен. А вот специалисты, военные специалисты, они стоят дорого, друзья. И на них как раз ориентируются сегодня ЧВКшники. И да, под их давлением, влиянием Путин принимает новый закон, который как раз и говорит о том, что люди без гражданства даже могут получить в нашей стране паспорта и документы, вид на жительство. Даже если они с детьми будут со своими, они тоже это могут получить. Поэтому все законы сегодня заточены как раз под то, что в стране будет находиться большая армия наемников. Им будут платить. Вот им будут платить. Но не будут платить никому из, скажем, русской провинции, которым что-то обещали. Пока еще что-то выплачивают. Где-то какие-то деньги. Это, так скажем, цирк с конями. Это вам показательный такой. Ну как Олег Попов выступает на сцене и говорит, вот кинул он конфетку в публику, кинул другую конфетку в публику. А кто получил? Но пять человек максимум поймали эту конфетку. А все остальные в зале, 300 человек народу, не поймал эту конфетку, потому что просто у Олега Попова нет этих конфеток. И, естественно, откуда он их возьмет? Вот было ему выделено пять конфеток. Он их выкинул. Так же происходит и с теми деньгами, которые должны якобы дать россиянам за смерть их мужей. Причем, насколько я понимаю, что жены очень даже рвутся. И даже говорят, есть жены, которые выдают своих мужей. Есть родственники, которые выдают своих родственников, которые прячутся на дачах. Пусть идет, нечего, хоть какие-то деньги за него получим, а то он нам там всю малину портит. Или игроманией занимается. Вот сидит в компьютере целый день. А кому он нужен такой? Поэтому его предают. Так что у нас павликов Морозовых-то сегодня будет очень много. А на этом держалась всегда Россия. Алкоголики, Павлики Морозовы. Это такой собакевичи, которые были выведены когда-то профессором Преображенским. Причем под руководством Сталина. И Берии. Берия умнейший человек был. Берия в свое время. Мы его не оценили. Ну да, конечно, у нас есть, скажем, образ, который нарисовали. Но мы не знаем, чем занимался Берия. А я не говорю, что он был хороший человек. Друзья, делать вот то, что он делал, такую перестановку в обществе, такую зачистку, невозможно быть самому хорошим. А кому он будет хорошим? Своей жене? Ну, возможно, своим детям. А кому еще он должен быть хорошим? Он кому-то из вас что-то должен был? Абсолютно никому и ничего. И не думайте, что вам вообще кто-то чем-то должен. В августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане. Если вы помните, друзья, то из США эвакуировали лишь несколько сотен старших офицеров спецназа. А до 30 тысяч бойцов фактически оказались брошенными на произвол судьбы. 30 тысяч бойцов, это очень даже хорошо, которые могут сегодня быть куплены как раз ЧВКшниками, чтобы они воевали на стороне России. А им не все ли равно, где воевать, друзья? На чьей стороне? Кто заплатит? На той стороне они будут воевать. Это, да, это собаки войны, это псы войны, которые воюют так, за косточку, а иначе, ну, это их суть, друзья. Нельзя их осуждать, нельзя говорить, что они плохие. А чем хорош тот чиновник, который брал взятку на своей работе, насиловал девчонок, потому что он мен всего-навсего, да? И чем он лучше, скажите, друзья? А чем лучше та судья, которая сажала за решетки тысячи невинных человек, только потому, что ей бандиты Крыма приказывали сажать этих людей. И она их сажала. Чем она лучше, друзья? И если завтра будут насиловать ее и ее дочь, то, друзья, вы понимаете, чем это закончится. Кто-то будет жалеть. А кого жалеть? Кого можно вообще жалеть, скажи, в нашем обществе? Все. Все такие. В Конгрессе США при обсуждении ошибок, допущенных в ходе эвакуации из Афганистана, выражали озабоченность, что брошенные американцами афганские спецназовцы потенциально могут представлять угрозу безопасности США, так как могут быть завербованы враждебными для Вашингтона другими странами. И вот теперь ЧВК «Вагнер» могут присоединить к себе 10 тысяч афганских спецназовцев. Вероятно, такая цифра уже есть, где их уже обработали, и именно их ожидают. Вы помните, да, когда в Казахстан везли 20 тысяч? 20 тысяч сирийцев. Кто там были из Ирака, Ирана? Были люди. Их везли, но всем сказали, что это якобы местные жители стали против, и многие поверили. Нет, друзья, это были такие же все наемники. Сейчас все делается руками наемников. Кто ввозил? Лукашенко. Кого ввозил? Наемников. А наемники были запрещены. Вы понимаете, вот не связываются законы с действиями наших правителей. Осуждать? Нет, друзья. Осуждать никого невозможно, потому что так общество построено. Общество построено так, что, ну, как можно осуждать то, что вот оно варится, оно именно так и живет. По-другому оно жить просто не может, это общество. Поэтому кого-то осуждать, там, Лукашенко, что ему Путин приказал возить этих, помните, он самолеты туда-сюда гонял, и даже санкции были наложены на самолеты. Он привозил этих людей. Они на границе, их некуда было деть, они на границе с Германией, с Польшей были, но они же прорвали границу с Польшей, они же туда попали, в Польшу, они растворились в Польше, а теперь, когда нужно будет, они изнутри, из Польши, помните, как открывают ворота, когда осаждается крепость, да, и никак не могут крепость взять, и вдруг какие-то предатели, которые, как троянский, троянский конь, да, у нас с вами есть из древней литературы, как раз хороший пример, троянский конь. Вот привезли троянского коня, и ночью они все вышли из этого коня, и открыли ворота крепости. Вот так же будут те, кого ввез Лукашенко к себе в страну, а они прорвали кордон, причем пограничники Белоруссии им показывали, как нужно отпихивать, разрезать проволоку, и бежать через границу бегом, и стрелять по ним, а их так много, не решались пограничники, польские. Польшу ждет тоже, друзья, большие неприятности ждут Польшу, поэтому, если вы захотели укрыться в Польше, ну да, вы будете под оккупацией, а там уж как дело пойдет, как карты лягут у каждого из вас, ведь судьба каждого – это личная судьба каждого, и можно буквально в пекле войны остаться живым и выжить, а можно и в самом лучшем месте можно попасть под раздачу. Те солдаты, те молодые люди, которых сегодня вербуют в Пакистане, Иране, они готовы идти воевать буквально за 4 доллара в день, но в Турции, скажем, за 10 долларов в день, если ЧВК Вагнера или кто угодно еще придет к такому человеку и предложит ему тысячу долларов, он не откажется, он снова побежит воевать. Тысячу долларов, да вы что, друзья, это такие деньги, за которые они перережут всем вам глотки, потому что человечество вогнали в нищету, а в нищете жить никто не хочет, молодые парни все хотят жить, и если у него есть выбор убить или получить тысячу долларов, он убьет и получит тысячу долларов. А зачем ему жить в мире и, скажем, в нищете, да, прозевать? У нас же 4 доллара в день не имеет, поэтому для него этот мир, вот он весь такой. Да, друзья, ведь талибы взяли власть тоже не просто так в Афганистане. Талибы, ну, насколько я понимаю, друзья, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, насколько я понимаю, высказывая свое собственное мнение, что талибы – это креатура нашего Кремля. Ну, мне так кажется. И спонсируется также через Кремль. Поэтому то, что сегодня идут афганцы воевать и вербуются, ну, это, друзья, нормальное явление. Если даже вы слышали, что где-то талибы якобы были запрещены, то это ничего не значит, друзья. Даже если они у нас в стране были запрещены, ну, такие двойные стандарты нашей политики. Воевать некому, конечно. Нужно погасить военные действия каким-то огромным количеством человеческих тел. Идет обнуление общества. Мы должны понять, что идет обнуление общества. Общество, ну, вы же сами видите, да, что общество несовершенное, общество больное. Общество реально больное. Поэтому сегодня идет ругань в обществе. Люди друг на друга ругаются. Каждому кажется, что он умный. Он все правильно говорит и делает. А вот другой совершенно ничего не понимает. Поэтому люди в обществе начинают ругаться друг с другом. И на сегодняшний день, конечно, Пригожин, ЧВК, Вагнера, почему-то мы не слышим про Уткина. Мы только слышим сегодня про Пригожина. А Уткин как бы испарился. Да, где-то он стоит в стороне. И почему мы не слышим про него, мы не знаем. Но Евгений Пригожин вербует сегодня заключенных и говорит, я вас живыми забираю, но не всегда живыми возвращаю. Надо сказать, что, конечно, вот эта масса, которую он забирает из тюрем, она живой не должна вернуться. Потому что сзади, ну, как я слышала, идут еще заградотряды. Это кадыровцы. Парни довольно жестокие. У них так воспитывают сыновей. Не как в России. В России заставляют пить малышей, я не знаю, с какого возраста. В России все парни пьют. И все парни воруют. В мусульманских странах у кадыровцев, допустим, кто-то говорит, что вот они пьют. Вы не верьте. Да пусть они где-то выпили. Но, в принципе, вся нация не пьет. И, в принципе, вся нация не ворует. Вы понимаете? Но тяжело бороться, имея в своих отрядах нацию, которая просто алкоголики сплошные и сплошные воры. Очень тяжело иметь такую нацию у себя в отряде и думать, что с ней ты победишь. Не победишь никогда. Поэтому опираются сегодня на кадыровцев и опираются на те силы, которым платят. То есть на наемников. Именно под наемников Путин принял несколько дней назад указ. Этот указ их официально утверждает в нашей стране, как наших жителей, жителей России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова